Ребята, то, что вы увидите в данном видео, может вас шокировать, поэтому особо впечатлительных прошу отойти от экрана. Ну и обязательно досмотрите до конца, там вы увидите прямое доказательство гандикапа в этой игре. Ну и, собственно, сейчас меня ждет очень долгий муторный челлендж, я решил добить 100 прицельных голов. Когда хочется себя там чуть-чуть пожалеть, ой, я там такой несчастный, блядь, я там так все, такая жизнь, ты, блядь, живешь нахуй. Во-первых, в 21 веке ты, сука, блядь, туда бы попал в 40-е-е-то годы на этот пиздец, ты бы там, сука, быстро, либо бы понял, почем фунт изюма и как хорошо жить. Вам, наверное, не стоит говорить, да, насколько было весело выполнять этот челлендж. Веселее, наверное, может быть только пак, ради которого я выполнял этот самый челлендж. Ну что, друзья, третья серия рубрики без доната. Кто бы мог подумать, что на моем канале так долго будет жить рубрика. Но вы своими лайками и комментариями, опять же, мотивируете меня двигаться дальше. Поэтому снова прошу от вас всего-то на все 15 тысяч лайков. Исходя из прошлых комментариев, я пришел к уведу, что вам больше хотелось бы видеть какую-то миддл историю между серьезными щами и какой-то фановой историей. Я решил как-то совместить все это дело и набросал такой, хотел сказать, играбельный состав. Но для второго дивизиона вряд ли его можно назвать играбельным. Ну что, друзья, вы готовы увидеть мой состав, который вчера я набросал на футхеде? Давайте я буду медленно подводить к этой тиме. На воротах стоит Билл Хамит. Я думаю, что все с этим парнем знакомы. Я думаю, что вы все понимаете, ради кого стоит этот голкипе. Ики Апара, которыми я ни разу еще не играл в FIFA 21. Впервые вроде за всю историю FIFA у него золотая карточка. Лонг, который дает сыгранность паре. Ну и куда же без серебра в данной команде? Андрес Телло из серии А. Статы очень крутые, как мне кажется, для серебра. Дает ему сыгранность тоже серебряный игрок из серии А. Летизия. На позиции левого полузащитника Лукаку. Справа вот такой тройничок у меня. Макини, который имеет тоже неплохие статы. На правом полузащитнике Хакими. Ну и самый дорогой игрок в моем составе. Это Хуан Куадрада. Целых 16 тысяч я за него отдал. Ну и игроки, ради которых я собирал этот состав. Франк Рибери. 5 на финтах. 5 на слабый. Всего лишь 900 монет. Кто бы мог подумать, что такая легендарная личность будет стоить такие копеечки. Ну и на страйкере. Страшный и ужасный Златан Ибрагимович. Все так же пятерка на финтах. Шутинг очень крутой, но про пейс говорить тут даже нечего. 50 скорость. В общем-то, вот так вот выглядит этот состав. Оцените по 10-бальной шкале в комментариях. Да, играбельным этот состав для 2-го дивизиона назвать нельзя. Но ни на какие победы не рассчитывая. Я просто хочу кайфануть от этой команды. Ну и конечно же, ребята, напомню о своих спонсорах. Компания 1X. Сегодня классная заруба. Украина будет играть против Испании. Если вы хотите поднять интерес к этой игре, вы можете это сделать по закрепленному комментарию. Или же перейдя по моему QR-коду. Эта команда, кстати, мне обошлась всего лишь в 30 тысяч с копеечками. Поэтому бюджет у меня около соточки. Ну, в общем-то, вы сами понимаете. Сон, Решфорд, Стерлинг. Так, главное мне в первой атаке не пустить и не схватить дизмораль. Это пенальти. Постараемся отбить левый нижний угол, я думаю. Ой-ой-ой, выноси! Опара! Так, опара. Блин, как меня сейчас раскрутили. Сразу же второй гол залетит, да? Ладно, если я забью хотя бы один гол, для меня это уже будет победа. Поэтому просто пытаемся играть в интересный футбол. Так, хорошо. Ребери. Дальше. Дальше. Ребери! Франк! Хорош! 1-0, ребята! Франк Ребери забивает свой первый гол за мою команду. Есть еще порох, как говорится. Играем дальше. Опарыч, опарыч, убей. Хорошо. Ребята, есть же шансы побороться за ничейку в этом матче. Так, так. Франк Ребери. Франк Ребери. Хорошо. Дальний! Ближний! Какой гол! 73-я минута Франк Ребери вынимает! Охренеть! Вот это да! Выпил всю водичку нахрен! Какой гол! Франк Ребери, что он творит? Воу! Крышесносный матч, ребята, за который вы уже обязаны поставить лайкусик. Пацаны, 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 держать. Да нет, ну офсайд! Хамид! Дай бог тебе здоровья! Офсайда-то не было, и Хамид делает какой-то сейв из последних сил. Вот такую штуку делаем. Дальше! Бей! Ой, Хамид, Хамид, боже мой, что происходит? Все, ребята, заканчивается матч, и боже, это просто до слез. Это ничейка, как победа для меня. Вы сами видели, соперника состав намного выше уровнем. Да и вы сами знаете, моя скилуха особо не выделяется ничем, но при этом мы выиграли. При этом мы... Ой, ничего, да короче, выиграли, блядь. Я считаю, что это победа. Чувак даже фулл-атаку пошел, вы посмотрите. Насколько у него бомбило, я не представляю. Не, ну, ребята, я считаю, что это уже легендарный выпуск по умолчанию, учитывая, что происходило в этом матче. Друзья, также не забывайте про мой классный промокод. Так, next соперник. Ну, вы сами понимаете, тут в каждом составе будут какие-то невероятные игроки. Адама Вильямс Дембеле, сколько же там скорости? А я, кстати, не поленился и посчитал, и получилось 282. Дембеле бежит. Ой, Хамид, ну, пожалуйста, ну, какой несправедливый гол. Хамид отбил, ну, вот, казалось бы, все, просто... Эх, обидно. Блядь, да какого хуя? Такой красивый гол я сейчас мог забить. Ну, блин, достойно же играю, ребята. Кто скажет, кто обвинит меня в том, что я плохо играю сейчас, на данном отрезке времени? Из такой команды, мне кажется, я выжимаю просто максимум. Блин, вот это обосрался называется, это 2-0. Обидно, блин, надо было забивать свой момент. Так, Рибери, хорошо качну. Хорошо, Рибери, дальше, в дальний! Рибери, что творит? Хорошо, блин, как же я кайфую, блядь. Кайфую, блядь. 950 монет разносит во втором, мать его, дивизионе. Так, первый тайм заканчивается. По статистике видно, да, что я играю вторым номером. Но это лучше, чем никаким. Двойка больше, чем ноль. Поэтому едем дальше. Хорошо, Рибери, качай. Блядь, какой у него классный дриблинг. Ну, типа, явно тут статы у него не на 86. Ну, Златан! Златан, хороший момент был для удара. Ну, дальше. О, Златан! Златан, пожалуйста! Ну! Гоу! Златан Иврагимович забивает! 2-2, блядь! Старики в деле! Где я еще испытаю такие эмоции? Вот в такие моменты я прям дико кайфую и получаю удовольствие от этой игры. Вот в такие моменты, конечно, удовольствия я мало получаю, но все равно, как бы... Вопросы, ребята? Блядь, и вот ты просто сейчас пробежишь и забьешь. Это обидно, блядь. Вот в такие моменты, блядь, ты просто понимаешь, насколько, блядь, обидно играть в этом. Боже, он просто пробежал с центра поля. Он просто пробежал с центра поля, блядь. Ну, все, понятно. Опара. Ой, ой, как больно. Как больно, ребята. Пиздец, как вот в одночасье все перевернулось. Полан, забей. Найс. Бля, ну ты серьезно, ты тянуть будешь против такой команды? Бля, какое ничтожество. Ну, бля, ну это пиздец, ребята. Ну, вы это видите? Ебаный трус, блядь. Бля, ну какая гнида. Я в ахуе просто, блядь. Вот такие вот соперники портят все впечатление вообще, блядь, о комьюнити FIFA. Ну, реально, у меня состав стоит, блядь, дешевле, чем твой один игрок. И ты вот так вот тянешь время. Так, пак с тремя редкими игроками. Пока что мне только лютая срань падает на этом аккаунте. Суарас, Дембеле, Трауарес, Эмедо. Ну, в общем, вы понимаете, да, сильный склад. Чуваки, я уже устал пропускать первым. Давайте хотя бы первыми разок забьем в этом выпуске. Я вас прошу, пацаны. Бля, пизда. Опять мы первые пропускаем. Ну, ладно, я уже начинаю к этому привыкать. Так, хорошо. Ну. Э, пенальти, да дай пенальти, ты меня убил. Блядь, куда? А вот куда. Златан. Дальше. Более-менее как-то раскатали. Просто удар не получился. Да, вот это провалище. Скорее всего, голище, хамидище. Найс сейв. Ой, Макин. Макин. Ну. Ну. Златан. Хорош. Златан Ибрагимович. Все-таки затолкали мяч в ворота нашего соперника. Блядь, ну не в следующей же атаке. Ну, блядь, ну какого хуя, блядь. Ну так долго мне эти голы даются. Чувак просто бежит, блядь. Ложный замах и гол. Блядь, стрессовая ситуация. Давайте. На Златана, на навесы. На весы. На весы. Златан Ибрагимович забивает. Двухметровая шпала. Гол забил. Гол пропустил. Гол забил. Блядь. Что за выпуск сумасшедший, ребят? Я искренне надеюсь, что вы тоже кайфуете от этого процесса. Собственно, как и я. Сейчас я, наверное, сразу же пропущу. Но сам факт того, что я достойно показываю игру во втором диве, таким составом это стоит дорого. Хакими. Хакими, а что? Если еще один на весик сделать. А что? Блядь. Вот такой подкат от серебряного бомжа. Ой, простите. Бомж это сорвалось. Когда, если не сейчас, должен выходить Зинь-Динь-Зидан? Еще один на весик на Златана. Или кто здесь? Зидан! Блядь, мог первым ударом головой сейчас забивать. Хорошо. Блядь, выноси. Блядь, не пенальти. Да я выносил! Я хотел по мячу ударить! Я хотел по мячу ударить. Бля. Вот в этом матче конкретно я расстроен. Нихуя ты флексишь, блядь, Суарес. Блин, я могу здесь выигрывать. Я могу. Все, опять начинаем сначала. На какой-нибудь на весик может быть. Вот такой вот. Я не знаю. Что, все ли ничего? Иду всей командой в атаку. А вот сейчас либо закройте уши, либо сделайте звук потише. А-а-а! Ну! Да как, блядь! Блядь, вы видели физику мяча? Она как будто приклеилась к его голкиперу. Ну что это? Блядь, это пиздец. Ребята, если вы после этого скажете, что нет гандикапа в этой игре, но это будет пиздеж какой-то. Я в ахуй! Блядь, такой момент. Такой момент. Такая драма в этом матче. Блядь, я не заслужил такого поражения. Ну, не заслужил. Я такого... Терьма, блядь! Ну вот сейчас, блядь, чисто игра подмашнила. Ну, блядь, я бегу к мячу. Он как будто отлетает специально к голкиперу. Ну какая это хуйня! Предлагаю вам теперь проанализировать этот момент, так скажем, в слоу-мо. И посмотреть, какая лютая хрень происходит в этой игре. Я отбираю мяч. Смотрите. По идее, я первый на мяче. Хоть Холланд и на коленях, но вы представляете, Холланд и голкипер. Я вроде стартую первый, но я как будто застреваю в каком-то дерьме. И мяч каким-то чудом просто в какой-то момент заворачивай. В какой-то момент, сука, мяч заворачивай. Что это за хуйня, Ей Спортс? Сколько еще мы будем лицезреть такую хуйню? Ну вы посмотрите. Мяч просто решил повернуть голкиперу. Потому что игра в данный отрезок времени посчитала, что я не должен забить счет 3-2. В таком моменте ты просто должен грызть газон и лететь напрямую к этому мячу. Вместо этого Холланд застревает как будто в говне. И как будто искусственно замедляется на фоне оспины. Блядь, это просто пиздец. У меня просто нет комментариев. Если вы считаете, что я сумасшедший, можете смело писать. Андрей, ты сумасшедший. На самом деле все так и должно быть. Холланд должен застревать в говне. А мяч должен по какой-то чудесной траектории поворачивать ближе к голкиперу. Ладно, не буду на такой грустной ноте заканчивать. Так или иначе, как мне кажется, выпуск удался. Златан, Ибрагимович, 3 матча, 4 гола, 1 ассист. И Франк Рибери за 3 матча забил 3 гола и дал 2 голевые. Учитывая, что это статистика не в каком-то 10, а конкретно во 2 дивизионе. И вот таким вот составом я считаю, что я отыграл достойно. Вы сами видели, все матчи были вот прям на кончиках. Ну и собственно, от вас я прошу 15 тысяч лайков. И завтра выходит следующая часть на пути без доната. Не знаю, что я буду делать в составе. Возможно, что-то другое соберу. Возможно, главные лица останутся. Как-нибудь защиту подкорректирую и постараюсь победить. Не знаю, в общем, будем думать. Немного под конец, конечно, я расстроился. Но в целом впечатления остались максимально положительные. Ну в общем-то все, ребята. Всем спасибо за внимание. И, как говорится, чао-какаво. Субтитры сделал DimaTorzok